Следующий спикер нашей программы – юрист, кандидат юридических наук, практикующий психолог и сексолог Александра Чернова. Как государство посредством права влияет на удовлетворение гражданами их естественных физиологических потребностей? Я действительно 20 лет отработала юристом, и это было очень интересное время, я изучала внешние законы, по которым люди живут. А сейчас, вот видимо, кризис 40 лет, и мне стало интересно посмотреть на ситуацию с обратной стороны, на законы внутренние, по которым живут люди. И поэтому я сейчас практикующий психолог-сексолог. Но вот эта точка соприкосновения, там, где внешний закон соприкасается с внутренним законом, она мне очень интересна. И поэтому вот сегодняшняя тема – это как государство посредством права влияет на удовлетворение гражданами их естественных физиологических потребностей? Ну, как положено, да? Сначала давайте определимся с терминологией. Что я имею в виду, когда говорю о физиологических потребностях? Физиологические потребности – это те, которые присутствуют с человеком на протяжении всей его жизни от рождения, вернее, даже от зачатия. Это будет правильно сказать – от зачатия и до последнего вздоха. И вот давайте, у нас такая живая аудитория, давайте подумаем, какие потребности есть у ребенка, когда он еще в утробе матери. Ну вот, нужен ему кислород? Нужен. Кислород нужен, значит, дыхание, потребность в дыхании. Питание ему нужно? Значит, потребность в еде. Потом, если ребенок уже такой достаточно большой, и мама как-то неудачно села, его зажала, он будет сопротивляться, он будет защищаться? Значит, потребность в безопасности у него есть. Ну и когда у него ничего не угрожает, он тоже там двигается, то есть это потребность в движении. Но сейчас такой совсем провокационный вопрос. Кто знает, есть ли медики или люди, не понаслышке знающие о беременности, есть ли у мальчиков в утробе матери эрекция? Да, действительно есть. То есть мы назвали вот эти основные пять физиологических потребностей. Это потребность в дыхании, в питании, в движении, в безопасности и сексуальная потребность. Именно вот эти пять потребностей, о которых я сегодня буду говорить. Если мы посмотрим психологическую теорию, то вот эти базовые потребности, они считаются теми потребностями, только при удовлетворении которых человек может удовлетворять потребности более высокого уровня. Наверняка все помнят пирамиду маслу известную, да, где там у нас внизу это базовые физиологические потребности, а наверху самая актуализация. И теория и практика нам подсказывают, что только если все эти потребности удовлетворены, человек может подниматься выше. Что еще общего у физиологических потребностей? Они развиваются со временем, то есть они не одинаковы в разные периоды жизни человека. Ну вот в утробе матери ребенок дышит через поповину, потом он дышит своими легкими. Сначала он питается череп с поповину, потом он выходит, сначала грудное молоко, потом у него пюрешки, потом макарошки с плавленым сыром и только уже потом сыр дурблю. И все эти потребности так развиваются не одинаково. То есть если сексуальная потребность у ребенка, который родился, проявляется в том, что ему нужны платонические прикосновения, то потом она развивается и ребенку нужны уже эротические прикосновения и только потом сексуальные. И вот это вот еще одно общее, то, что есть общего у всех физиологических потребностей. Но есть еще кое-что, о чем я хотела бы сказать. Дело в том, что когда физиологические потребности не удовлетворяются ситуативно, то человек чувствует некоторый дискомфорт. Если это продолжается, то он чувствует агрессию. Если помните, есть такая реклама «ты не ты, когда голоден». Ну вот это касается любой физиологической потребности. Ты не ты, когда у тебя не удовлетворена потребность. Но самое такое серьезное, это то, что когда эта потребность не удовлетворяется систематически, то происходит угроза для человека в целом. Например, если в утробе матери ребенку не хватает кислорода, то он может родиться с серьезными физическими нарушениями. Если ребенка в детстве кормят такой едой, в которой не хватает важных микроэлементов, то ребенок вырастает тоже уже не таким, как он мог бы вырасти здоровым при других обстоятельствах. И вот это вот очень важные такие характеристики физиологических естественных потребностей. Государство, зная о том, что это так важно для человека, как оно должно регулировать вот эти удовлетворения этих потребностей. Готовясь к нашему сегодняшнему мероприятию, я подняла все имеющиеся у меня учебники по теории государства и права, и Алексеева, и Марченко, и увидела там, что да, действительно, все наши физиологические естественные потребности являются ядром правовой системы государства, ну, по крайней мере, по нашей теории государства и права. Они у нас должны являться ядром, и существует принцип приоритета прав человека. Если этот принцип реализуется, то человек свободно реализует свои потребности, удовлетворяет свои потребности и чувствует себя при этом защищенным. И вот судя по тому, что мы с вами сейчас сидим за ужином таким прекрасным, у нас прекрасная сервировка стола, да, мы спокойно и с уважением смотрим друг другу в глаза, не стесняемся того, что происходит, значит, еда у нас, в принципе, не запрещена. Вот, значит, у нас высокий культурный уровень, мы имеем прекрасные блюда сложные, приготовленные, значит, в принципе, в нашем государстве вот так вот все оно и происходит, что нам государство разрешает питаться, нам государство, у нас государство кормит голодных, у нас государство запрещает морить голодом, перекармливать, отравлять ядами, да, подсыпать их в еду, и стабильность гражданско-правового оборота товаров и услуг в сфере удовлетворения пищевой потребности. Все это у нас вот так сейчас, ну, судя по нашей вечеринке, так оно и происходит. А давайте немножко пофантазируем. Давайте себе представим, что вот сегодня выходит закон, и, как известно, ну, не с сегодняшней даты, а назначают дату, с которой еда запрещается. Ну, вот предположим, что государство решает проблему с перенасыщенностью канализации, и думает, как бы мне так сделать, чтобы люди удовлетворяли свою потребность в пище, ну, вот без дефекации. Ну, извините за подробности. И думают, думают, и находят, наконец, такого ученого, который изобретает такую глюкозу, которую так по вине прокапал, и неделю можно не кушать. Государство думает, боже, какая красота. Сейчас внедрим во всех, вообще повсеместно. И тогда у нас с канализацией проблема решена. У людей освобождается столько времени на покупку продуктов, на приготовление пищи, на все эти застолья. Время освобождается. Все это для, конечно, нужд государства. Ну, и самое главное, выращивать ничего не надо. Ну, вот объявляется закон, что вот это все запрещается. Но я предполагаю, что мало кто из нас добровольно решит отказаться от этого вот по старинке, через рот, вот это вот все. Вряд ли. Ну, и тогда как бы тяжелая артиллерия вводится. Государство просто вынуждено, но люди не исполняют, что делать? И тогда люди, предположим, фантазируем, те, кто питаются, испытывают голод по старинке, удовлетворяют его, объявляются сумасшедшими. И, в общем, сродни наркоманам. Вот прям не могут отказаться они от этой пагубной привычки. Госпитализируются люди в заведениях психиатрические. И если их лечат, и все нормально, то все хорошо. А если вот плохо идет лечение, ну, тогда что делать? Будем удалять те самые пресловутые вкусовые сосочки. Удалили, все. Человек не чувствует вкуса, желание кушать пропадает. По вене прокололся, все хорошо. Хорошо, чистенько покушал. И вот этот вот новый способ, он объявляется самым чистым, самым модным, естественным способом. А вот это вот питание через рот, вот это запихивать куски какие-то, ну, в общем, это вот все низменно и плохо. Ну, вот так вот в целом, вот так вот, если все это регулировать, то тогда нужно еще сделать так, чтобы люди забыли, как они ели, чтобы ничего об этом не напоминало. То вот это вот движение, вот это вот правой рукой в рот, оно какое-то такое намекает, намекает на еду. Поэтому нужно, во-первых, сказать людям, чтобы они носили такие балахоны, которые, значит, закрывали бы рот, чтобы не напоминало еде, и правую руку. И не дай бог, чтобы правая рука вот не двигалась в эту сторону, чтобы она вот так всегда на людях была. Не дай бог, ты винишь, это, значит, уже пошло. Но вот это все не видит никто, и надо обязательно будет, вот чтобы уже новое поколение чистым вырастало, нужно будет обязательно сказать, что дети, вот как устроен рот, рука и другие органы пищеварительной системы, это такая информация, которая вот сродни зверствам и убийствам. Детям об этом знать нельзя, просто запрещено. Ну и вот представим такую ситуацию, как будут расти дети в этой ситуации. Что будет? Ну, во-первых, новое поколение, которое вырастет так, оно не будет понимать чувство голода. Вот эта агрессия, которая будет возникать, ну, не знаю, может быть, знаете, муж пришел с работы, такой весь на взводе, ему бурщика, и все. И он уже не на взводе, уже утолил голод, уже он не агрессивный. А вот если будет такая система, когда еда запрещена, ну, пришел человек злой с работы, ты не знаешь даже от чего, и так вот оно и продолжается, накапливается, как снежный ком. Кроме того, люди будут воспринимать свои органы, вот эти закрытые балахоном, как источник повышенной опасности. Они будут считать, что они звери, и что в них, в самих них, в их теле, может таиться какая-то такая первобытная, какая-то грязная вещь, которая может привести их к неблагоприятным последствиям, к сумасшествию, к наказанию. И люди будут бояться этих своих органов. Они будут считать их источником потенциальной опасности. Но, кроме того, они не будут знать, как выглядят органы у других людей. Вот сейчас мы сидим, у нас вот у всех совершенно разные лица, да, а вот люди, которые не будут видеть ртов друг друга, они будут считать, что это должно выглядеть как-то вот, например, как у Анжелина Джоли. И каждый человек, у которого будет выглядеть что-то по-другому, он будет нервничать, стесняться, бояться вот это вот показывать даже там своим мужьям, женам. Ну, вот такие могут быть последствия. Ну, еще, конечно, когда зубы начнут у детей выпадать, им же ничего не рассказывают об этом, он смотрит, кровь, зуб, все, я болен, все, и, значит, депрессия и прочее, но, конечно, мальчики и девочки будут развиваться, скорее всего, по-разному. Девочки, они такие всегда послушные, они по-честному будут прокапываться через вену и не будут ничего пробовать вот через рот. У них, значит, будет соревнование, они будут фотографировать свои вот эти вот капельницы, выкладывать в соцсети, соревноваться у кого красивее, может, с блесками появится, что-то еще, а рука у них будет атрофироваться, а язык у них будет немой, они не будут ничего чувствовать. Это девочки. Но с мальчиками по-другому. Мальчики чаще нарешают запреты и, скорее всего, мальчик поедет как-нибудь в деревню к бабушке или в какой-нибудь пионерский, извините, в какой-нибудь детский лагерь и мальчишки покажут ему подпольный Макдак. Ну, в общем, не Макдак, а вкусная точка, но не важно. И вот, значит, научится мальчик есть вот эти гамбургеры. Значит, вот он этим большой гамбургер, значит, сможет их научиться есть и, слава богу, у него будет функционировать, конечно, организм. Но как? Это будет тайком, это будет в темноте, быстро, это будет однообразная пища с очень острыми соусами и будет складываться очень устойчивый рефлекс фастфуда, который очень трудно будет потом каким-либо образом исправить. Более того, гастрит обеспечен, очень понятно, и вкусовые рецепторы тоже будут стираться, потому что для того, чтобы почувствовать аппетит вот к этой однообразной пище, нужно будет все время употреблять все более и более яркий вкус, который будет стирать просто вкусовые рецепторы. Ну и можно представить себе, как девочки и мальчики, воспитанные в таких разных традициях, как они смогут вообще существовать. Нужно еще ввести какие-нибудь исключения из наших правил, что вот все запрещено у нас, еда у нас под запретом, но сделают исключение. Конечно, сделают исключение для мужчин. Мужчинам можно будет, ну, это фантазируем, значит, можно будет испытывать голод и утолять его по старинке через рот, но только в том случае, если они женятся. При этом будет объявлено, что мужчина, который удовлетворяет голод, один в одиночестве извращенец. Ему, значит, губы можно прошивать там всякими разными серебряными нитями и прочее. Ну, в общем, только с женой рядом можно кушать. Но при этом мы помним, что у жены-то аппетит не должен возникать. Поэтому вот она просто как супруга должна терпеть вот эти ежедневные трапезы с мужем. Почему? Потому что будет выявлен, например, что вот эти совместные трапезы, они объединяют ячейку общества с семью. И вот, предположим, вот воспитанные у нас в такой разной парадигме девочка и мальчик, вот они поженились, и она хочет, ну, вместе с ним покушать. И она видит вот этот кетчуп вот этот весь по лицу, она видит, что это быстро, какая-то грязная процедура, смотрит, у него желудок после этого заболел. Ну, в общем, она приходит к выводу, женщина приходит к выводу, что да, действительно, государство было право, и что вся эта еда, это так низменно, так грязно и так вредно. И государство таким образом, в конце концов, получит, нужно ему подтверждение, что да, действительно, это нужно было запретить. И все, в общем, довольны, государство получило подтверждение, государство получило свободное время, снижение нагрузки на канализацию, все хорошо. Но что происходит с обществом? Что произойдет с обществом? Что оно потеряет? Ну, в первую очередь, оно потеряет культуру еды. Сервировка стола, приборы, общение, близость, ну, то есть, это эмоциональная близость. Вот мы все здесь сидим, и нас объединяет то, что мы все ужинаем, кушаем. И, конечно, высокая культура и искусство кулинарии будет утеряно, утрачено. Но это еще не все. Человек, самое главное, что потеряет, человек потеряет способность самостоятельно восстанавливать свое здоровье посредством здоровой еды. Ведь если человек ест здоровую еду, всем понятно, да, есть даже лечебные диеты, если он сам употребляет нужную для его организма пищу, он сам выздоравливает. То есть, мы получим в этом обществе людей, которые не смогут следить за своим здоровьем самостоятельно. Нужно будет штат врачей для каждого человека. Ну, вот, и как бы вот вы поступили, да, в этой ситуации, если вот там завтра объявляют с 1 октября вот такой вот запрет на еду. Ну, я понимаю, конечно, вы скажете, что это все абсурд, и что такого не бывает, и что я все придумала. Да, конечно, я это все придумала. Но с другими-то потребностями, естественными, физиологическими, государства часто поступают таким образом. Я провела просто аналогию. Здесь нет ничего придуманного, ни одного слова. Просто аналогия. Приведу несколько примеров. Самый красочный. 18 век, Англия, 17-18 век, существовал закон, в соответствии с которым женщине было запрещено не только шевелиться, но и какие-то издавать звуки и вообще проявлять признаки жизни во время полового акта. И вот помните вот этот анекдот «Ночь, Англия, замок, лорд в спальне со своей женой, что-то происходит, и вдруг он говорит «Милая, тебе было больно? Нет, почему? Но ты пошевелилась». Да, и это вот этот анекдот на самом деле основан на реальном законе, который существовал несколько веков. И он, этот закон, был отменен только тогда, когда один лорд, очень высокопоставленный, из далекой поездки приехал к своей супруге, пришел к ней в спальню, провел с ней незабываемую ночь и только потом понял, что она была мертва. И убитый горем, он, конечно, повспешил внести инициативу отменить этот закон, закон был отменен, но факт имел место. И он был отменен, но в 19-м и даже в начале 20-го века в Англии существовал закон, который гласил о том, что совершеннолетние, но не замужние женщины, если они проявляли сексуальное желание, их забирали в психиатрические лечебницы. И если они не вылечивались от своего сексуального желания, им делали операцию клитороктомию, чтобы они ничего не чувствовали. Потом в монастырь, в приют, куда угодно. И только в начале 20-го века один психиатр, который пожертвовал своей репутацией, можно сказать, но добился отмены этого закона Генри Моцли. Только он смог отменить этот закон, но это, представьте себе, начало 20-го века. Дальше. Что еще? Какой пример? Например, середина 20-го века Соединенные Штаты Америки. Благодаря, в кавычках, благодаря одному из лидеров бойскаутского движения, который был против мастурбации мальчишеской, он считал, что это ведет к усыханию мозга. Благодаря ему мальчиков, которые были пойманы на том, что они мастурбировали, их изгоняли с позором из бойскаутского движения и прошивали крайнюю плоть серебряными нитями. Можно себе представить, какая личная жизнь была потом у этих мальчиков после этого. Но это вот сейчас нам, в нашей ситуации нам трудно себе представить, что такое бывает. И, конечно, сейчас государство редко так варварски регулирует удовлетворение естественных потребностей гражданами. Но, например, в наше время, в нашей Российской Федерации действует закон 2012 года, который заставляет немножко задуматься. Закон 2012 года о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и психике. И там есть такая вторая статья. Если вчитаться, то там написано, что ко всем зверствам и убийствам приравнивается информация о том, реалистичное изображение или описание человеческих половых органов. Ну, вот у меня возникает вопрос, а почему мозг туда не причислили? Потому что без мозга никакие половые органы не работают. И если мозг не изучать, то тоже, в принципе, все будет нормально. Но это, конечно, это я шучу. Мы, как юристы, с вами знаем, что нужно читать преамбулу закона. Первую статью, в которой сказано, что информация, имеющая существенное значение для человеческого общества, она не может быть отнесена к этим запрещенным видам информации, но информация о том, как устроено человеческое тело для человеческого общества, наверное, имеет некоторое значение. Вот, на этой оптимистичной ноте я не говорю о том, что есть хорошие законы, есть плохие, дуррелекс, седлекс, но мы внутри себя, внутри своих семей, мы можем принять для себя решение, как мы будем защищать себя и свои естественные потребности и своих детей в меняющемся мире. Огромное вам спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!